Ростовники ведут переговоры с мужчиной, который вызвал скорую помощь и захватил двух медсестер-заложники. Что он требует, пока неизвестно. Чуть позже из переговоров стало ясно, мужчина не трезв и требует вернуть утраченные им ранее в больнице документы. Выходи и открывай. Я привезла с Бас-НМП тебе документы, твои паспорты, полис. А? Конечно, все, пели. Ты здесь только уже держишь нас. Со слов соседей стало известно, что мужчина длительное время злоупотребляет алкоголем. Он стучит в дверь, звонит, телефон в дверь стучит. И вот у соседки порубил дверь, белая полоса на двери. Видели? Это его работа. То есть он психически не уравновешен? Да, он, по-моему, да. Переговоры ни к чему не привели. И бойцы спецназа проникли в квартиру, спустившись с балкона пятого этажа. Заложницы были освобождены. Девушка, вы уж извините, пожалуйста, что он требовал у вас? Сигентарий. В данное время девушкам оказывается психологическая помощь. Наши сотрудники, естественно, постарали это большой психоэмоциональный стресс. Поэтому необходима будет реабилитация и лечение. О злоумышленнике, захватившем сотрудник скорой помощи, стало известно. Ему 40 лет, проживает в квартире один и является бывшим адвокатом. Что стало мотивом захвата заложников? Что там у вас произошло? Отойдите в сторону. Я не знаю, что здесь произошло-то. В сторону, в сторону, в сторону. Я вообще... Объясните, ну что, почему? Да он сарайом, сарайом. Почему, почему, почему? Объясните. Дверь открой. Официальный представитель МВД подчеркнул, что в ходе освобождения заложников оружие не применялось. Как вы оцениваете действия сотрудников полиции? Значит, действия сотрудников полиции были слажены, оперативные. То есть, при поступлении сообщения в дежурную часть, незамедлительно выехал на место происшественный наряд, оценил обстановку сложившуюся. Было принято решение, значит, о привлечении специального подразделения для разрешения данного происшествия. Мужчина сопротивлялся? При задержании мужчина сопротивления не оказывал, то есть находился в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Главные его требования какие были? Значит, как таковых требований мужчина не выдвигал, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения. То есть, его доводы, логическому объяснению не поддавались. Согласно уголовному кодексу, мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Намсара и Намсара, Вячеслав Сердюченко, Новости дня.